Кукарику, вот тебе рыжая! Вот тебе! Вот тебе! Этот спектакль поставили ребята из приемных семей. Все они по субботам ходят в специальный клуб. Кукольный театр – одно из направлений. Также здесь шьют, вышивают, занимаются музыкой и рукоделием. Елена Маторина воспитала четверых родных и 20 приемных детей. Активно занимается общественной деятельностью. Решили объединиться в клуб, чтобы дети больше общались, а взрослые могли делиться опытом. Мы подсказали родители, что детям в свободное время скучно, и мы решили собираться вместе. Сначала собирались только взрослые. Мы проводили совещания, собрания, родительские собрания, рассказывали друг другу, это было новое дело для нас. Учились друг у друга, опытом делились. И стали приводить ребят, и решили организовать. 14-летняя Настя жила в петербургском детском доме. Два года назад переехала в Анапу в приемную семью. Сначала ходила в кружок, там она научилась работать с бумагой. В клубе ведет собственный мастер-класс. В будущем планирует поступать на педагога начальных классов. Мне нравится работать с детьми, и для меня это интересно, показывать детям что-то новое, чтобы они тоже это умели делать. Мы делаем к 23 февраля открытку-рубашку, потом мы съем игрушки и делаем разные поделки. Помещение для клуба выделила городская администрация. Родители специально оповестили. А в городе более 600 семей с приемными детьми. Примерно половина из них так или иначе участвует в клубной жизни. Приходят сами и приводят детей. Здесь они получают творческий заряд, раскрепощаются. Они получают творческую какую-то посыл. Они стремятся. Вот у меня ребенок просто требует, чтобы я в субботу ее привозила. Хотя я сама художник, я могу научиться. Но здесь компания, коллектив. И вот эти коллективные занятия приносят большую пользу. Валерия ходит в клуб всего пару дней. По ее словам, заниматься здесь творчеством намного интереснее, чем дома. Мы шьем, вышиваем, делаем. Шьем, вышиваем. Из бумаги все делаем. Мне очень нравится. Весной планируется выходить в походы. Уже сейчас ребята учатся собирать рюкзаки, завязывать узлы, ставить палатку. В планах открыть шахматную секцию, а также обустроить игровую комнату для самых маленьких.